Всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами снова Зарбабан и продолжаем проходить кампанию Railway Empire Ну что ж у нас с вами очередная 4 глава Гражданская война В 1862 году во время Гражданской войны было принято решение о постройке трансконтинентальной железной дороги, что должна была связать самый западный штат Калифорнию с Восточным побережьем Однако война пересекла эти начинания, железная дорога между тем впервые стала одним из решающих факторов в войне Джей Кук, первый в США инвестиционный банкир и советник президента, подготовил для вас распоряжение, направленное на то, чтобы предотвратить развал Соединенных Штатов Поехали! Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, писать комментарии, писать свои советы Железная дорога снять сеть реалистичный, режим паузы, наверное, как всегда, возьмем более сложную Начинаем Никогда не думали о том, чтобы бросить все и посвятить жизнь поэзии Луисвилл Рейлроуд, наша компания В последние годы напряжение между Северными и Южными Штатами неуклонно нарастало Идеологические, экономические и политические разногласия привели к глубокому расколу все еще молодой страны Пропаганда обоих лагерей становилась все злее и рисовала мрачную картину, где алчный и жестокий Север противостоит ленивому и порочному Югу Союз оказался на грани гражданской войны Все взгляды были прикованы к событиям ближайших месяцев Меня зовут Джей Кук Я счастлив наконец-то с вами познакомиться Боюсь, что вскоре нам предстоит война Конфликт, которого мы не в силах избежать Я буду помогать президенту Линкольну защищать Союз И я наметил для вас очень важную стратегическую роль Я твердо уверен, что Линкольн быстро уладит конфликт между Северными и Южными Штатами Но нам нужно быть готовыми ко всему Поэтому отнеситесь к своим заданиям очень серьезно Прежде всего, южане должны быстро осознать, что недооценивать Союз будет ошибкой Поэтому вам следует сосредоточить внимание на Луисвилле И построить там оружейный завод Таким образом у нас будет хороший оплот у границы Если все пойдет совсем скверно Ну что ж, хорошо, давайте посмотрим наши цели Вылечить население Луисвилле до 60 тысяч И произведите оружие в количестве 1 груз Все это за 1 год надо сделать, друзья За 1 год Итак, нам здесь нужен уголь, чтобы провести химикаты Химикаты Ну и также требуется оружейный завод Без оружейного завода получается никак Так, еще есть очки Хм, неплохо так очков у нас с вами Давайте сразу тогда вложимся Дракон скоростной стоимость На 30% снижается Еще 200 очков у нас с вами есть Ну вот, наверное, сюда сейчас и воткнемся Мощность И техническое обслуживание Замечательно Потом у нас появится новый скоростной поезд Хорошо Так, давайте увеличивать население Значит требуется Что требуется? Требуется пшеница, кукуруза Давайте пустим первый поезд с кукурузой В принципе уже дорога проложена Пусть пока, наверное, так и остается Пока переделывать я, наверное, ничего не буду Берем, значит, дракона Только грузы, кукуруза сюда Максимальная загрузка И поехал Дальше Дальше Что у нас здесь? Сент-Луи Здесь делается мясо То есть, в принципе, надо будет тогда как-нибудь Коров сюда возить Нужно возить коров Хорошо Давайте строить станцию Маленькая, к сожалению, не охватывает Средняя тоже здесь не возьмет Ну а большого смысла строить я не вижу Дешевле нам обойдется построить две маленькие станции Так, строим По центру где-то этот Дальше, кстати, надо будет сразу еще станцию ТО И станцию ТО надо сюда запустить Отлично Так, ну и тогда... А, башня обслуживания здесь есть Хорошо Замечательно Башня обслуживания есть Все здорово Отправляем тогда в Сент-Луис Из коровок Чтобы было мясо Ну и отправляем сразу отсюда же Только груз В Луизвиль Поехал Что интересно, он загрузит Наверное, только одно мясо, да? Скорее всего Да Только одно мясо Но здесь еще требуется, получается Хлопок Хлопок у нас, в принципе, есть Можно будет тогда тоже построить здесь Небольшую маленькую станцию Но только здесь Дороже выйдет постройка Так, сколько получается Так, этот мост какой-то слишком длинный Не нравится мне этот мост Так, а здесь как-то может быть вот так И вот так Уклон, конечно, большой Здоровенно Аж 20% Офигеть Ну ладно, сойдет Так Спрос на импортный товар мяса был снижен Крутых склонов Да не особо крутой-то и склон Еще одного дракона Так, все, поехал Здесь немножко наладили ситуацию Надо будет только Возможно еще Пассажирский пустить, да? Поезд Но здесь тогда надо будет строить Вторую полосу Пока этим заниматься очень сильно хочется Так Строительство с складом У нас, по-моему, склад так уже построен изначально Разгрузка-высадка Так, что у нас С потребностями Молоко, в принципе, хватает Мясо возим Ткань требуется, да? Вообще, уголь и железо И дерево требуется Чтобы можно было произвести Хотя бы одно оружие, да? Здесь у нас овощи На складе Так, уголь вижу Железо вижу Ну, это тогда надо будет все возить На склад Плюс еще ко всему же И дерево Но дерево тогда лучше возить Там, где Будут делаться доски А вот доски Как раз у нас делаются Вот здесь Значит Дрова нужны Вернее, дерево Нужно где-то здесь Ого-го Да далековато вообще-то Если так посмотреть На ситуацию Да Ситуация очень Очень скверная Ладненько Давайте тогда Только грузы Отсюда И Сюда Поехал Надо будет Разбираться с деревом Дерево Тут все далеко Не в удобном месте Построен Получается у нас Вот этот тут завод В очень неудобном Так Ну, нам надо еще Первым делом-то Все это за один год Сделать 60 тысяч Населения А роста Пока еще нет Давайте хотя бы Наверное Молоко хватает Сахар Овощи Вот может быть Сахар Овощи Пустить Овощи В принципе У нас тут есть Как раз Давайте пускать Овощи Пускаем Овощи Все на склад Только грузы Полная загрузка Отсюда Сюда Поехал Теперь давайте Пшеницу И сахар То же самое Делаем Создаем Новый Так Есть проводник Но у меня Пока нет таких Делаем Перспективу Перспективу Пшеницу И тоже Все это На склад Теперь Еще один Но уже Только с сахаром Хорошо Так Это все Поехал Овощи Поехали Сахар Поехал Пшеница Поехала Сняла Встановки Пока мне Не надо И Забираем Отсюда Тогда Получается Еще Один Который Будет Конкретно Уже Возить Со Складом Поехал Так Теперь Еще Нужно Получается С вами Молоко Завести Сюда же Поэтому Строим Тогда Небольшую Маленькую Станцию Только Это уже Будет Все Возиться Не На Склад А На Прямки 253 Тысячи Давайте В принципе Сделаем Так Началась Война Строим Небольшую Станцию И просто Возьмем Досоединим С ближайшим Пунктом Да У нас Вот Здесь Все Отлично Получили Дополнительно Еще Деньжат Так Есть 200 Очков Будем Знакомы Я Тебя Уже Заприметил Даже Не думай Саваться На Юг Стоимость Билетов Пока Нет Техническое Обслуживание Я Сам Тут Разберусь Так Надо Смотреть Где У нас Находится Башня Обслуживания Где есть Где нет Здесь В принципе Все Есть Здесь В принципе Тоже Все Есть Отлично Так Хорошо Луисвиль Растет Нам Нам Нужен Теперь Так Творческая Бухгалтерия От Ваших Предприятий На 15% Давай У нас Как раз Там Есть Предприятие Уже Построенная Надеюсь Не Перекупит Отлично Так Дальше 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 Надо Разбираться С углем С углем И С Железом На складе Как раз Еще Можно Сделать Две Доставочки Да Уголь Давай По максимуму Здесь Тоже По максимуму Так Ничего Я не покупаю Ну И Сюда Еще Железо Пока Как-то Так Теперь Надо Все Это Дело Соединять По-быстрому У нас Есть Свободный Путь Есть Свободный Путь Как раз Сюда Пойдет У нас С вами Железо И Уголь Ставим Значит Станции Так В принципе Сойдет Так Так Теперь Здесь Еще Одна Маленькая Станция Хорошо Пока как-то так Симафоры со стрелочками Это все отлично И башня обслуживания сюда Обязательно Пускаем еще два новых поезда Так, ну вот можно, в принципе, охранника назначить Пусть стоит Только грузы Максимальная загрузка И на склад Поехал Так, следующий Когда разразилась война Нельзя было терять время Незадолго до того я открыл Собственный банк в Филадельфии А потому крупные политики Сразу налетели на меня с тем Чтобы я финансировал войну Казначейскими облигациями Сейчас говорят так Истинный патриот тот Кто покупает казначейские облигации В моем распоряжении Две с половиной тысячи работников Что продают их по всей стране Это для меня еще один способ Послужить нашей родине Благодаря расширению вашей сети Луис Виль достиг значительных размеров Это позволило ему приобрести стратегическое значение в войне Поскольку оттуда Грузы оперативно доставляются на фронт Успеть бы то дар уже сделать Железо есть Угля пока еще нет Но уголь как раз в принципе возится Меня волнует вопрос Когда со склада Что он берет первым делом Он берет пшеницу То есть что впереди То он и забирает То есть если пшеницы будет всегда больше Он постоянно будет брать только эту пшеницу Вот это мне не нравится Работа склада Если честно Она здесь построена не очень То есть он Берет сверху А не то что нужно допустим Городу в первую очередь И это меня смущает Если честно Потому что пшеница есть Ее валом Она здесь в принципе сейчас не нужна Но он все равно тащит пшеницу Все равно блин тащит эту долбаную пшеницу И вот тут уже ничего с этим не поделаешь Либо назначат еще один поезд Вот что он будет Опять пшеницу берет Ну вот опять берет пшеницу Ну е-мое Только получается Выборочно все это делать Только назначать Что конкретно брать в первую очередь Это мне не очень Это мне не очень нравится Если честно Ладно Пока он едет Давайте тогда назначим Со склада Приоритет уголь Красавчик Молодец Уголь взял Теперь надо Во этого Во второго На железо Отправить Отлично Поехал Склад Перспектива Железа Хорошо Теперь Что у нас здесь Ждает погрузки Пусть ждет Ничего страшного здесь нет Надо здесь разбираться Потому что на складе Нет досок Хотя в принципе Подожди Дерево есть Доски есть А почему ты ездишь Пустой Ладно Тебе отсюда Брать Нечего Но блин Сюда Можно Что-то Везти Пойдем Сейчас Должен Взять Эти доски Да Красавчик Взял Но почему только Три всего лишь А сколько У нас здесь Дерево Есть в наличии Что-ли Дерева Нет вообще-то Надо срочно Дерево везти Причем Знаете Получается Не одним Поездом А несколькими Поездами Чем больше Тем лучше Как говорится Ну Ну давай Есть Красавчик Так Башни Обслуживания Желательно Наверное Тут Где-нибудь По центру Поставить Одну И Семафорчик Сразу Поставим Потом Пустим Уже Поезд Отлично Обслуживания Так Здесь То же Самое И В эту сторону Теперь 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 вам Принадлежит Ваша 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 задача состоит в том чтобы как можно скорее расширить железнодорожную сеть на юг объединить ее с существующими линиями так перевести 12 ящиков оружия имеет первостепенное стратегическое значение для дальнейшего хода войны мы разбили военные лагеря в наш вилле и мемфисе доставьте им оружие и сделайте это как можно скорее окей иногда энтузиазм с которым наши соотечественники вкладывают деньги в войну кажется мне ужасающим но не делай они этого мы бы были обречены то есть сюда доставит только оружием в принципе это можно сделать почему бы и нет надо бы только сейчас сделать здесь разделение какой-нибудь код да и туда в две стороны пустить получается несколько поездов башню обслуживания это примерно по центру так до какого года до 62 до не хватает ресурсов ох ты блин я забыл здесь поставить тебе станцию обслуживания прости друг мой даже в самом разгаре войны нельзя забывать о том что однажды она закончится и тогда мы снова будем сотрудничать с южными штатами и опять станем одним центом наш президент с этим справиться уж будьте уверены я же хотел здесь пустить несколько поездов и совсем про это забыл отвлекли меня так теперь сюда значит здесь требуется здесь требуется вообще-то ну ткань не нужна по идее да только хлопок хлопок здесь можно будет оружие оружие сейчас у нас 6 на экспорт отлично создаем опять же локомотив только грузы отсюда сюда поехал грузит оружие грузит отлично так процесс пошел оружие повезли 200 очков инновации опять имеется надо будет их как-то потратить и тратить придется получается вот сюда чтобы открыть мне здесь цепочку потому что локомотив я брать не собираюсь до 62 года 12 ящиков оружия перевести отлично так у нас можно расширить предприятие да отлично я думаю даже можно будет купить это предприятие ну вряд ли кто то его будет покупать отлично так опять же тоже сразу расширяем за 500 вообще в наличии у нас как с досками доски хватает уголь хватает железо хватает химикаты химикаты тоже хватает так что в принципе можно будет тогда расширить еще а это уже миллион нет миллион это слишком дорого луисвилль рейлроуд оставила всех позади стоимость достигла 16 миллионов ого круто так хорошо сколько уже перевезли 6 ящиков оружия осталось в принципе совсем чуть-чуть и будет еще 6 будет еще 6 а в наличии у нас только пока 4 конечно я зарабатываю на войне но так и работает система казначейских облигаций благодаря этому наши силы выигрывают в войне да и для меня кое-какая прибыль 6 как раз имеется и по идее сейчас поезд должен приехать и забрать 6 ящиков и мы в принципе выполнили сразу уже за 61 год выполним доставочку так подожди я же себе ставил по моему здесь да башня обслуживания есть видать не хватило ему доехать а так хотел молоко да еще и совсем забыл про молоко ну да это мне такое может быть так что это принципе нормально это в принципе нормально ну да ладно сыграем в аукцион ну да ну да хотя это в принципе мне не особо надо было я уступлю тебе дорогу на этом пути к неизвестности так здесь тогда вот этот надо будет убрать он использует да сюда поставить сюда поставить отлично что произошло бывают глюки так оружие поехало покупаем значит новый локомотив пусть бы тоже молочко еще по максимуму почему бы и нет похоже твоего машиниста застали без штанов в чем сложность что происходит с этим поездом объясните мне пожалуйста это алё поезд чё что за глюки война поставок теперь можно добраться до ноксвилла и джексона подведите к ним свою железную дорогу как можно скорее и доставьте в эти города оружие ноксвилл уже совсем недолго осталось до того как там вспыхнут сражения ноксвилл теперь призывные пункты есть также в Чикаго, Сент-Луисе и Колумбии поэтому число пассажиров до ноксвилла и джексона увеличилось позаботьтесь чтобы они все прибывали вовремя подожди ну Джексон я нашел президент беспокоится что на ваши поезда будут продолжать нападать в дальнейшем конфедераты хотят сорвать наше снабжение ноксвилл я вижу хорошо ноксвилл в принципе можем тогда сейчас перестроить дорогу здесь и а уже есть станция окей хорошо ладно нет тогда подожди не отсюда тогда 700 тысяч будет стоить нифига себе в принципе ладно мне сейчас самое главное это пустить сюда поезд так где теперь этот поезд мне надо его перенаправить переназначить чтоб он вез в ноксвилл блин он уже везет сюда под оружие ладно короче сейчас приедет и мы его просто переназначим 12 в ноксвилл до 63-го 12 в джексон и 2000 пассажиров перевести вообще перевести без разницы как если без разницы давайте попробуем перевести скорый поезд проводник без разницы какой кочегар нет нет это мне не интересует только пассажиры отсюда ну пусть будет вот в нэшвилл или надо конкретно в ноксвилл сейчас посмотрим куда он повезет их так а где этот вот он надо будет ему поменять маршрут чтобы он сейчас возил оружие в ноксвилл а потом уже отправит оружие в хотя в дэнвер на тоже отправить потому что путь далекий очень далекий путь отправим скорее всего еще один какой-нибудь состав отлично меняем значит тебе некоторые газеты обрушиваются на меня с критикой из-за моих операций с облигациями полагаю мне придется выкупить эти газеты пожалуйста выкупай в общем все посмотрим он должен перевести каких-то пассажиров в нэшвилл если в нэшвилл то это в принципе нормально будет если не в нэшвилл а конкретно какие-то города то это будет более проблематичным так нет без разницы абсолютно то есть можно будет в принципе отправлять поезда между городами и будет все отлично чтобы дело шло быстрее так у нас здесь тогда получается это твой велосипед на меня покатился в нэшвилл сейчас будет возиться оружие теперь тогда надо соединить здесь с джексоном и отправить сюда срочным делом тоже еще один состав с оружием башня обслуживания здесь есть здесь тоже есть башни обслуживание давайте тогда где-нибудь еще поставим башни обслуживания по центру и здесь так плюс еще надо тогда а здесь уже есть да у нас то имеется здесь тоже имеется вот здесь нет В наличии. Так, пока отправим еще один состав. У нас как там с оружием? С оружием пока... У нас железа не хватает, да? Ух ты. Проблема с железом. А что, на складе нет железа? На складе есть железо. Ну все, получается, мы встали вот из этого долбанного поезда. Что с ним произошло не так-то? Алло, гараж, ты что встал-то? Езжай в Луисвиль. Я вообще в шоке, ладно. Его придется продать, потому что он походу завис, и он глюканул. Он глюканул, и поэтому все встало, блин. Обалденно просто, друзья. Вот такой вот произошел глюк. Ладно, настраиваем по пути, только грузы. Отсюда предпочтительно железо. Пусть будет максимальная загрузка. Хотя нет, не максимальная загрузка. Ну вот, железо встряли, и все. Так, 200 очков инноваций. Думаешь, эта штука достаточно хороша? Так, химикатов теперь проблема. Расширять? Нет, у меня денег расширять. И это если только брать... Выпускать облигации. Но они всего лишь миллион. А что, кстати, у нас с конкурентом? Как обстоят дела? Хм, да он меня догоняет, зараза. 9,5 миллионов у него стоит. Его компания. Его, конечно, было бы здорово купить. Ну, уже ладно. Так, это возит молоком. Так, процесс пошел, да? По идее, да. Доски возятся. Да, доски возятся, доски стоят и ждут. Я только два ящика оружия доставил. Обалдеть. Да, если бы я сейчас железом бы не встрял бы так. Колумбия сама по себе растет. Так, давайте Сент-Луис. Я хотел здесь пустить еще одну дорогу. Сент-Луис. Так, а зря, наверное, так сделал, да? Да, наверное, зря. Пофигу, пусть они сами там выбирают, куда ехать. В какой конкретно маршрут. А вот здесь надо будет тогда нам соединить. Ну, эта дорога будет дорогая. Мне надо еще пассажиров перевезти. Вот что проблема-то. В чем загвоздка-то стоит? Сейчас по-быстрому сюда. Отлично. Так. В принципе, должно нормально все быть. Поехал. Так, поломка плохое состояние. Почему плохое состояние? А, у нас здесь... Да, нет. Здание ТО. А так, в принципе, все нормально. Доски есть в наличии. Оружие есть. Все, отлично. Оружие есть. В принципе, получается, уже возим, да? Я надеюсь, ты тут не пустой едешь? Нет, четыре ящика орузия же обвозят. Хорошо, давайте тогда еще один пускать. А, стоп, 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 стоп. Продать. Не тот купил я вообще с... Этот. У нас сейчас новый есть. Так, только грузы отсюда. Все, поехал. Тоже загружает ящики с оружием. Все замечательно. Все просто шикарно. Что здесь? Поломка плохого состояния. Ну, сейчас уже будет все нормально, не переживай. Все, сейчас починишься. Так, 100 очков инноваций. Обслуживание поездов ускоряется. Отлично. Бросаем сюда. Так, у нас есть охранник. Нет, неважный. Блин, а с этим с охранником не везет. Да неинтересно мне это. Джозеф Хелтон. Ладно, пусть сидит охранник только один тогда. Что бы нам еще по-быстрому так сделать, да? Конкурент. Зараза догоняет меня. Но, в принципе, с оружием пока мы справляемся, и это хорошо. Нам бы сейчас самое главное это перевести по-быстрому бы пассажиров. Может быть, куда-нибудь еще пустить? Так, интересный момент. Может быть, сюда пустить? В Колумбию? Или в Джексон. Ну, в Джексон, если пускать, тогда, получается, надо сделать двухполоску. Здесь она вот есть. Это хорошо. А, кстати, она что-нибудь не обозначена? По какому направлению ехать, да? Тут даже три полосы. Ну? Хорошо, допустим, здесь закон о Тихоокеанской железной дороге. Подарок для предпринимателей. Возможно. Тогда придется здесь пускать еще, да? Две колеи с этой стороны и с этой стороны. Чтобы переводить еще больше пассажиров. Ну, по крайней мере, допустим, мы через Нэшвилл и Мэмфис можем пустить уже поезд. Пассажирский. Так, еще сто очков. Увеличивает количество пассажиров, выезжающих из городов с вашей станции на 8%. Ну, ладно, пусть будет. Раз мы сейчас конкретно работаем на пассажиров. Семь ящиков оружия. Ну, в общем, когда в Ноксвилл доставим, мы тогда поезд перенаправим тоже в Джексон. Чтобы все это дело быстрее шло. А раз перенаправим, значит, надо будет строить двухколейку. Обязательно. Обязательно. Так, где-то здесь надо строить станцию ТО еще. Хотя она здесь есть, ну ладно. Еще одну тогда двухколеечку строим. Так, получено достижение. Жук-бомбардир. Надо потом посмотреть, что за достижение такое. Не интересует. Такс. И сюда еще получается. Так, интересно, что он повез? Шмотки повез. Неплохо. Неплохо. Продолжение следует... Так, ладно Как это здесь поставим Ну что, как процесс? Угу, отлично, в ног сюда оставили Хорошо, замечательно Давайте тогда сюда брать обратно наш поезд Замечательно Фух, как это все у нас Сегодня прям серия какая-то очень быстрая Потому что строки очень сжатые, да И сколько вам уже сразу за одну серию Мы с вами выполнены 4 задания Круто То есть если в принципе сейчас поторопиться То можно будет сейчас выполнить и оставшиеся 2 Вообще здорово Так, все пока водится Пока проблем никаких нет Это уменьшает обеспечение при продаже локомотивов Хорошо, давай возьмем Я сказал возьмем Ты хоть понимаешь, что это за покупка? Прекрасно понимаю Я сейчас как раз собираюсь потом менять локомотивы на все Так что батя, да, я понимаю Если мне поменять все грузы 625 тысяч Отлично Поменяли Так, поехал Поехал, отлично Оружие у нас Идет полным ходом Возможно, даже стоит как-нибудь расшириться Но расширение стоит миллион У меня столько денег нет Это если только Выпустить облигации Но надо ли оно мне это? Давайте, наверное, каком-нибудь еще пустим поезд Допустим, по доставке кукурузы сюда и сюда Почему бы и нет? Чтобы иметь дополнительный заработок Так, сюда поставим Ожидающий А здесь, в принципе, он А, да, нужен Нужен, нужен, нужен Так, и с этой стороны тоже самое И пустим два состава Только грузы Кукурузы сюда Полная загрузка пусть будет Поехал Теперь еще один Так, этот поехал И ты тоже поехал Все Дополнительный заработок еще будет Так, по заданию Осталось совсем чуть-чуть перевезти Жителей, да? Пятьсот человек И оружие доставить Половину Мне писали в комментариях Типа, показывай ближе поезда Так, Луисвилль, население 90 тысяч Хорошо Но мне с высоты Проще всего их находить Луисвилль растет То есть мы можем что-нибудь построить в Луисвилле Ммм, неплохо, кстати А вот чтобы построить Молоко у нас есть Давайте сыродельный завод Построим Потому что молоко у нас В принципе хватает Да, в достатках у нас молоко Да, в наличии он есть Так что вообще все шикарно Можем расширяться Луисвилль полностью под нашим контролем Ты что стоишь? Ага, поезд ожидает Хорошо Еще 100 очков инноваций Но надо куда-то сюда их тратить Чтобы открыть Новый Локомотив Придется подождать До 200 Ладненько Подождем Не проблема Призывной пункт И тут призывной пункт В общем, одни призывные пункты везде Везде требуются пассажиры То есть, в принципе, по идее Можно будет тогда Либо здесь в объезд пустить Да Мясокомбинат в Чикаго Нафиг он мне нужен? Мне он там не нужен абсолютно Так, сколько у нас людей? О, почти привезли Так что, в принципе, можно и Только скорость увеличить Сейчас как раз, по идее, должны доставить оружие, да? Новобранцы прибыли в Ноксвиллы Джексон Это значительное подкрепление для наших войск Луисвилл Райл Роуд Новая станция Соединено 28 станций Он уже прибыл в Ноксвилл и Джексон Возможно, теперь Мы сможем переломить ход войны В нашу пользу Хорошо Война близится к завершению И в этом есть ваша немалая заслуга Наша армия берет под контроль Все новые и новые территории Теперь нам предстоит заняться восстановлением Обратите пристальное внимание на Атланту Этому городу нужна помощь Ведь скоро ему придется разместить Множество людей, возвращающихся с войны Сейчас в Луисвилле идет призыв на службу Перевезите большое количество солдат оттуда в Атланту Чтобы они могли помочь с восстановлением Возможно, нам даже удастся положить конец войне Для этого нам нужно оперативно перевозить войска и грузы Чтобы южане поняли, что сопротивление тщетно Ты закончил? Слава тебе Богу В общем, Атланта надо будет, получается, развить до 60 тысяч Джексон вилле до 70 тысяч И с Луисвилля в Атланту без остановок 3000 перевезти пассажиров А где у нас Атланта? Стоп, а конкурент ушел, получается, да? Вот Атлант Нифига себе, Атланта, блин Ну, в принципе, если сейчас сюда пустить маршрут, да? То это можно будет сделать Даже прямо вот здесь вот соединить дорогу Давайте, наверное, под конец серии сейчас это сделаем У нас сейчас сюда же все равно никто не привозит ничего абсолютно Поэтому мы сейчас просто поезд наймем новый Охранник мне не нужен Только... Эх, какие грузы Только пассажиры отсюда и в Атланту Все, поехал Так, хорошо 200 очков инновации у нас есть Что мы можем взять? Придется взять здесь Локомотив, чтобы здесь открылись Более лучшие улучшения Как-то так Думаешь, эта штука достаточно хороша? Так ты же уже проиграл, тебя нет, дружище Бонус за новое предприятие Сколько бонусов? 363 Ничего себе Бонус 363 тысячи А предприятие самое дешевое По-моему, стоит 400 тысяч Какой смысл? Никакого абсолютно Так, и что нам надо будет? Атланта до 60 И Джексонвилл до 70 В принципе Совсем чуть осталось развить Но всем этим, друзья Мы с вами займемся уже в следующей серии На сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока